Музей военной техники под открытым небом. Первые боевые орудия начали устанавливать в парке Победы. Пушки, гаубицы и другое вооружение станут ключевым элементом оформления парка во время празднования 9 мая. Подробности в сюжете Егора Канавина. На платформе гаубицы Д-30 и М-30. Первая весом более 3 тонн, калибром 122 мм, стоит на вооружении у 35 стран. Это вариант более современный. А вот М-30 орудие легендарное. Эта гаубица составляла основу советской артиллерии. Именно с ней наша армия прошла всю Великую Отечественную войну. Конструкция орудия позволяла солдатам выполнять самые разные задачи. Задачи связаны с артиллерийской подготовкой при подготовке наступления. Задачи контрбатарейной борьбы. Задачи подавления живой силы противника. Задачи связаны с уничтожением укрепленных каких-либо узлов, дотов, дзотов и так далее. Две гаубицы и противотанковая пушка МТ-12 прибыли в Володу из Свердловской области. Они были списаны Министерством обороны. Для боевых действий больше не подходит. Теперь это первые экспонаты Музея военной техники под открытым небом, который сейчас создается в Парке Победы в преддверии Большого юбилея. Всего к 9 мая здесь планируется установить 8 единиц техники, 4 пушки, 2 самоходных орудия, боевую машину пехоты и танк Т-80. В будущем Музей военной техники под открытым небом дополнят самолет, вертолет и катер. Выставка техники станет ключевым элементом оформления Парка Победы во время юбилейных торжеств. Экспозиция останется здесь и после 9 мая. Уже планируется и проведение экскурсий. Об истории экспонатов расскажут специальные информационные стенды, причем любой из посетителей сможет прикоснуться к легендарным орудиям. Егор Канавин, Михаил Прищев, Вологда Портал.